Привет, ребята, это Илья Якимсев. Это обзор концерта Марка Сергеенко «Цикличность». И этот обзор будет немножко не таким, как обычно, просто потому что это очень странный и очень мне некомфортный элемент вот этой группы, которая называется «Российский стендап». Прежде всего, потому что в этом концерте он настолько не для меня, насколько я не могу это объяснить. Но я попробую. Хорошо. Прежде всего, когда я слушаю все это в целом, типа у Марка То, у Марка Сева, у Марка Сева, наверное, это зацепило бы меня в 20 лет, но сейчас в 44 свои года я просто говорю, что, чувак, в первый раз. Это все. Это все. Просто, понимаете, я реально чувствовал себя героем фильма «Формулы любви». Там есть доктор, которого играет Леонид Броневой, и когда граф Калиостро начинает рассказывать что-то, он просто говорит, да-да-да, а вот был еще случай. И это все, что я могу сказать об этом концерте, потому что он меня максимально не трогает. Если бы мне было 20 лет, я бы, наверное, о, Господи, ты там умирал, о, Господи, девушка тебя бросила, о, Господи, ты пытался убить себя. Сейчас в 44 свои, я думаю, убить себя, о, Господи, это такая простая штука, такая легкая, так просто, и все это. Попробуй пожить. Вот это, знаете ли, чуть-чуть труднее, чем все это. Давайте честно скажем, вот это все пиздострадание, как можно в целом описать этот концерт, оно оканчивается на очень простой шутке Максима Артемова. В далекие годы он ее написал, перефразирую для Марка. Если Марк помрет прямо на сцене, это тоже стендап? И вот на этот нет ответа. Ну, прям помрет. Представляете, если бы в конце концерта Марк умирал бы, реально умирал. Ну, Марк не тоскует, Марк покинул нас. Марка больше нет. Прекратил существование. Закончился и отправился к Создателю. Окей? Покойник Марк. Труп. Устал от жизни и спит спокойно. Марк околел в кресле. Лег в гроб. Ушел на ту сторону, теперь поет в хоре ангелов. Это экс Марк Сергеенко. И у меня нет никакого. Ну, вот, помните, мы бы все просто разошлись в конце. Все это кокетство. Я умер, я не умер. Я не умер, я не умер. Это просто жизнь. Это просто описание одного дня городского жителя. Все это может случиться в один день последовательно. Все то, что он описал. Ну, два случая комы не считается. И ты сидишь, думаешь, а вот творческая идея, она какая в этом? Именно творческая, не описательная, не там выход и честный рассказ. Аутентичность здесь, наверное, все-таки присутствует. И это поход кому-то рассказать. Или это что, с чем мы имеем дело. А в чем твое приложение усилий как творческого человека к этому материалу? Марк хороший комик. Он выпустил предыдущий концерт на Аутсайде. Этот концерт прям хороший. Я не знаю, почему он просто не приложил никаких усилий. Ноль фантазии в этом концерте. Просто, по сути дела, это концерт Павла Воли. Только Павел Воли объединяет, целует жену и все такое. А здесь мы идем вот буквально там в зеркало Павла Воли от негативной, из мира страданий. Ох, это все меня очень сильно, ну я просто сказал, господи, я смотрю чей-то дневничок. Вот, я читал много таких в интернете, типа Kill Me Please есть сайты, вот эти все. И там вот гораздо чудовищные истории. И все это, то есть я ждал артиста, я ждал художника, я ждал автора, который бы это сделал. Но это не авторство, это посиделки вот именно в таком комфортном кресле, с комфортными людьми, в комфортной атмосфере. И это можно было рассказать за чаем. И я просто не понимаю, зачем это снялось. И вот какой смысл это был снимать, если в этом нет ничего дополнительного просто к течению жизни. В 45 ты почувствуешь все, у тебя с родителями начнутся штуки. Ты поймешь, что ты не можешь ничего рассказать своим детям. Поймешь, что у тебя нет никаких паттернов для того, чтобы быть не мудаком. Для того, потому что у тебя грустно берется такое, с которым ты никогда не сможешь. Ты точно так же будешь сидеть со своим ребенком и плакать во время этого или после этого, потому что ты все сделал нахуй неправильно. Но это вот и есть жизнь 44 года, когда ты говоришь, вот это вот, это проблемы. Наверное, но что ты делаешь с этими проблемами? Как ты их преобразуешь во что-то новое? И единственный творческий момент, это был кусочек, когда он выдумывает деда. И вот этот кусочек, он, наверное, самый пронзительный для меня, потому что это какое-то движение хотя бы. Это то, что вот этот человек взял и создал того, что не было в этом мире. И он с этим объектом. Ну и мир, конечно, то есть я КВН. Комеди-клаб, батл какой-то. Вот ты сейчас живешь там, чувак? Я не знаю. Вот, ну как будто это и есть что. Это есть вот эта коробка, изнутри которой там доносится звук. Хер знает. Ну ладно, я не хочу просто это кидать, потому что мне было максимально скучно, я вам честно скажу, я видел и посильнее есть книга, написанная чуваком. Я уже забыл, как она. Крылья бабочки, что ли? Французский чувак, он лежит в коме. Не в коме, он не может ничего двигаться. И он записал книгу, моргая. Вот еще драматичнее история. Давайте на нее посмотрим. Книгу не читал. Не очень интересно, с таким флером. Вот, давайте, я записал. И главное, я любитель комедии, я жрец Муз Италии, хорошо? Я не увидел комедию в этом вообще. То есть это просто куча заходов, которые не дописаны, и все их, весь их интерес, это именно вот эта кокетливая игра. Я умер, не умер, люблю, не люблю, родители, не родители, звонок маме. Вот это все. Это альбом начинающего рэпера. Но я записал, я записал рецензию, записал ее к себе в телефон, которую я, ну, наверное, подбодрить пацана надо в целом, потому что все херня, но ты типа работай. Давайте. Написал бодрые вещи. Невероятный, воодушевляющий, грустный, мрачный, философский. Есть русская литература, есть русское авторское кино, и теперь есть понимание, какой он русский стендап. Снятый в квартире, наполненный только близкими, отсылающий нас к квартирникам Цоя, Марк показывает, что стендап – это не новый рэп, это старее старый рок. Концерт-терапия, концерт-путешествие вглубь себя. Цикличность. Мы будем возвращаться, пока не сделаем выводы, говорит Марк почти в самом начале. Мы будем возвращаться и пересматривать этот концерт. В общем, не смотрите, смотрите Айропетова. Он из той же херни делает стендап, потому что ему кокетничать не с кем, а деньги надо зарабатывать. Все. Меня зовут Илья Акямсев. Давайте подписывайтесь на эту херню. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok